Всем свет! С вами Константин Цепелев, и я рад вас приветствовать на своем канале, посвященном правильному освещению и осмысленному световому дизайну. Давайте сегодня разберемся, что такое вообще световой дизайн, почему это важно, почему этому стоит уделять максимум внимания, и почему задумываться об освещении нужно в самом начале работы над проектом. Начнем с самого начала. Что же такое световой дизайн? Световой дизайн — это направление дизайна, базирующее на трех основных аспектах освещения — эстетическое восприятие, эргономические эффекты, функциональность и энергоэффективность. Каждый из этих аспектов должен быть одинаково учтен в работе специалистов по освещению. Давайте начнем с энергоэффективности. Большинство людей под энергоэффективностью понимают эффект снижения энергозатрат от использования световой установки. Конечно же, грамотный светотехнический проект, грамотный проект светового дизайна должен учитывать эти аспекты снижения энергопотребления общей системы. Но по энергоэффективности на самом-то деле нужно понимать и то, что световая концепция должна быть сбалансированная. То есть не должно быть переосвещенных мест, излишне переосвещенных мест, необдуманно переосвещенных мест. Не должно быть мест недоосвещенных, а должна быть система в соответствии со всеми снипами, нормами, ГОСТами и другими различными нормативными документами. То есть это действительно должна быть обдуманная, взвешенная световая система, которая будет отвечать всем требованиям и задачам. Когда мы говорим про эргономический аспект, мы подразумеваем под этим функциональность освещения. То есть способность света влиять на работоспособность, комфорт и зрительное восприятие. И эстетическое восприятие. Это третий пункт, за который отвечает световой дизайн. Тут все просто. Проект с этого дизайна должен быть красивым, то есть должен дарить эстетическое наслаждение и приятное восприятие от пространства. Давайте разберемся, как эти три пункта вместе, или может быть по отдельности, могут повлиять на конкретно ваш проект. Продуманная схема освещения, а именно равнозначный симбиоз всех трех перечисленных аспектов, позволит вам создать уникальный проект, наполненный его комфортом, уютом, безопасностью, создать рабочую атмосферу в рабочем кабинете и благоприятное настроение в гостиной. И все это именно благодаря освещению. Главное знать, что может свет и уметь с ним правильно работать. Знаете, как большинство относится к световому дизайну? Как к завершающему этапу ремонтных работ. Когда все готово, покрашены стены, осталось только купить люстру, чтобы придать уюта и некую изюминку интерьеру. Это стереотипное мышление идет из советского прошлого и в корне неверно. И вообще идет вразрез с пониманием, что такое дизайн. Сейчас проектирование освещения – это на самом-то деле первичный этап работы с дизайном интерьера. Почему так? Потому что возможности работы со светом сейчас намного другие, нежели они были раньше. Ну, то есть, как бы сейчас люстра стала там не одна люстра, как бы миллион люстр. Технологий куча, да, как бы реально. То есть, освещение стало намного более сложным, чем просто люстра с лампочками. И поэтому ему нужно уделять внимание, ну, реально заблаговременно. Потому что раньше сценарийность заключалась там в двух режимах включения условно люстры. А сейчас проектирование света и сценарийность, она заключается там и в прокладке кабельных трассов, в черте в чем. Давайте предметно разберемся, какие задачи может решить световой дизайн. И как обдуманный подход к разработке проекта освещения позволит решить различные ошибки и проблемы. Начнем с самого простого и очевидного. Грамотный подход к разработке технического проекта банально позволит предусмотреть технологические работы. То есть, продумать технологические работы и, например, предусмотреть прокладку кабельных трасс. Заведомо. Предусмотреть систему управления светом. Опять-таки, тоже заведомо. То есть, не когда вам нужно сделать управление светом, когда у вас уже все смонтировано и вы не знаете, что теперь делать. Как диммируют люстру, можно ли ее диммировать, как разбить это все на группы. А правильно это делать действительно заведомо. То есть, до начала отделочных работ. Что такое управление светом? Ну, как? Это умный дом или нет? Ну, управление светом это может быть и умный дом. Это может быть просто-напросто грамотная разработка групп выключателей. Это грамотная разработка, обдуманная разработка групп включения. Разбивка на сценарии. Это все управление светом. И оно может заключаться как в умном доме. И если умный дом у вас есть на проекте, то об этом гарантированно надо задуматься задолго до начала строительных работ. Либо это просто-напросто различные умные выключатели, умные светильники, различные группы выключения, диммеры и другие устройства, которые позволяют работать со сценариями и управлять светом. И обо всем об этом, конечно, нужно задумываться до того, как вы, грубо говоря, проштробили стены и заложили туда кабель. Кстати говоря, чтобы быть в курсе о всех нюансах проективного освещения, не забудьте подписаться на мой канал. Второе, что хочется отметить, то, что грамотно разработанный проект освещения позволяет учесть сразу несколько вариантов освещения пространства. При этом с учетом, есть там окна, нет там окон, какой его размер, какое интерьерное решение, какое стилистическое решение и какая цветовая гамма используется в интерьере. Проще говоря, сбалансированный проект освещения позволяет реализовать именно ту систему, которая будет комфортна для заказчика. То есть, впоследствии он не будет испытывать дискомфорт из-за диссонанса светового решения. Ну, например, при переходе из очень светлого пространства в более темное пространство клиент не будет чувствовать дискомфорт. Или, например, при разработке освещения детской комнаты будут учтены все нюансы, то, как ребенок будет заниматься и делать уроки, играть или спать. Также не стоит забывать, что именно освещение позволяет формировать в наших мозговых записях те или иные восприятия, воспоминания и ощущения, формировать физическую активность и чувство отдыха. Какие еще задачи ставятся перед специалистом по освещению? Безусловно, изменить или улучшить пространство или структуру. Все мы знаем, что с помощью освещения мы можем сделать визуально более высокие потолки, расширить границы пространства, сделать коридор более комфортным и более широким. С помощью света мы можем отдалить какие-то стены или, наоборот, приблизить или же даже скрыть какие-то недостатки пространства. Также специалист по освещению должен помочь зрителю увидеть и почувствовать форму и текстуру. То есть, свет должен сделать объемные детали не плоскими, а как раз таки объемными. Мы должны понимать, что поверхности не гладкие, а шероховатые и насколько они качественные и из чего не сделаны. Безусловно, свет позволяет показывать в самом выгодном виде такие вещи, как кожа, дерево, натуральные материалы. И грамотно разработанная система освещения в интерьере как раз таки и признана для того, чтобы преподнести мебель, текстиль, различные архитектурные формы в самом выгодном виде. Еще одна задача, которая решает освещение или продуманный световой сценарий, продуманная световая картина, это обеспечение чувству безопасности и комфорта. На самом деле, если копнуть немножко в историю понимания, что такое свет, так вот искусственный и естественный свет, основная его задача была как раз таки в обеспечении чувству безопасности. Именно в жилом интерьере световая система служит прежде всего для создания комфортной и уютной обстановки. И именно здесь очень важно не напортачить с выбранным спектром, с правильно подобранной цветопередачей, с интенсивностью света и с работой с различными поверхностями. И, конечно же, световой дизайн не был бы дизайном, если бы не стояла бы задача сделать пространство особенным, с каким-то особенным характером, обязательно отражающим характер заказчика. Если в вашем окружении есть те, кто считает, что одна люстра посредине комнаты это нормально, а что-то больше это роскошь, а вы лично считаете, что световой дизайн это намного больше и намного круче, обязательно поставьте лайк этому видео. Я буду считать, что мы с вами говорим на одном языке. А теперь поговорим о самом главном и болезненном, а именно о деньгах или о бюджете. Безусловно, продуманный, четко разобранный световой проект, световое решение, оно, конечно же, позволяет в том числе и экономить деньги. Безусловно, в проработку технического проекта, в папку со световым проектом всегда есть смета с оборудованием, который позволит выполнить решение, которое спроектировано специалистами, максимально грамотно. И именно в те деньги, в которые вы рассчитываете. И самое главное, продуманное техническое решение, разработанный технический проект позволит потратить деньги рационально, без переделки. Конечно же, в одном видео невозможно рассказать про все нюансы работы с ощущением. Но, во-первых, всегда вы можете посмотреть наш плейлист, где уже разобраны и ошибки в работе с ощущениями, и некоторые световые решения, и примеры оборудования. Но, тем не менее, если у вас остались вопросы, вы всегда можете оставить их в комментариях, я постараюсь ответить на каждый. Кто захочет пообщаться со мной лично, пишите мне в директ в Инстаграм, или приходите в гости в мой офис. А если вы хотите заказать разработку технического проекта или получить консультацию от моей команды, просто пройдите по ссылке, которая будет в описании, там есть все наши контакты. Всем свет, с вами был Константин Цепелев, и мы увидимся с вами в следующих роликах. Продолжение следует...